Уважаемый Владимир Владимирович, Моисеева Людмила Ивановна, я работаю на этом рынке уже много лет. Однажды я слушала новости, и вы сказали так, надо биться до конца. Ну, с ИГИЛ, допустим, вот сейчас идёт эти разумы. Надо биться до конца, стоять на своём и до конца. Это были ваши слова, и вы сказали, как это было с Израилем. И вот так, и мы сейчас будем тоже стоять и биться до конца. Я думаю, мы живём в России, мы живём, где, слава богу, у нас нет террора вот такого вот этого. Но так с людьми обращаться, я считаю, вообще. Разберитесь, пожалуйста, примите к сведению. Очень много обещает уважаемый наш господин губернатор, но ничего не делается. Освободили белорусский рынок, сказали, будет стоянка, ну это парк, сделали стоянку. Детский дом, ребёнка, куда-то там дети плакали. Мы не хотим там, мы с этим хотим, с Ваней, с Петей. Ну что ещё? Есть у нас дворец пионеров. Сколько, это тоже, я считаю, архитектура, это достоинство, собственность. И также этот рынок. Я живу рядом, через дорогу, где этот рынок. Я всё это была молодая, всё видела, как он строился, какие сваи забивали. Этот рынок будет стоять ещё 300 лет. Это архитектура, это память, даже наш, вот, старых, престарелых людей. Я думаю, вы примите во внимание. Мы хотим отстаивать свои рабочие места до конца, чтобы рынок был, остался на своём историческом месте. Торговых центров у нас и так хватает, коммерческих. Мы хотим стоять на муниципальной земле, благоустраивать её и приносить доход городу, а не частным лицам. Мы оставим свои права, потому что власти города в очередной раз хотят выкинуть людей на улицу. Потому что вот это здание, которое было построено в 75-м году, простоит ещё больше, чем тот здание, в котором находится наша вся администрация на площади Ленина. Потому что это здание строилось с душой, ещё теми людьми. И его незаконно хотят признать аварийным и выкинуть всех людей на улицу. Здесь хотят построить какой-то парк. Какой здесь может быть парк, когда данное расстояние 200 на 300 метров? Какой здесь может быть парк? У нас существует парк, который 300 на 400 метров. И в нём ничего не могут сделать нормально для детей и для людей. У нас есть сквер Волково, который загажен собаками и в который нельзя прийти с детьми. На которые выделены деньги, и эти деньги разворованы этими чиновниками, этими депутатами, которые не вышли ни к людям, которые до сих пор боятся поговорить с людьми и донести до нас хоть что-то, хоть какую-то, как говорится, весточку. А мы ведь их выбирали. Где они? Почему они до сих пор не хотят встретиться с нами и шлют какие-то бумажки, пытаются как-то от нас отнекиваться? Когда Артамонов приезжает один на тот рынок, почему он не может до сих пор встретиться с людьми? Вот ему вопрос. Он же наш глава. Мы за него когда-то голосовали, его когда-то выбирали. Вот вопросов сколько, а ответов ноль. Почему кругом враньё? Как было доложено, что 400 человек остаются без работы. 2700 предпринимателей на рынке, не считая продавцов. То есть посмотрите на меня, мне 50 лет. Где я найду работу, кому я нужна сейчас, в данный момент? А таких здесь, посмотрите, сколько. Просто кругом обман, кругом враньё. И никто действительно ничего не хочет. На каких основаниях они нас убирают? Почему? Никто ничего не хочет сказать. Никто. Абсолютно. Меня зовут Ольга Шигапова, предприниматель Калужского рынка. Мы приезжаем из деревни, пенсия у меня небольшая, мне тоже хочется жить. Хоть я и уже пожилая, а всё равно, всё же я что-то выращиваю, там, перчик, огурчики. Излишки мне тоже где-то надо продать. Туда я поехала? Ну да, ладно, мы не поедем туда, на двух автобусах, на трёх. В воскресенье я поехала туда с Щевелем, а мне сказали, что с такой продукцией, с баночками закрытыми торговать нельзя. Я повернулась и уехала.